«Дай мне хваленый мир твой!» 27 мая 1916 года при отличном поведении гимназист Мариингов завершил полный восьмиклассный курс обучения. Его всезнающая голова обнаружила следующие познания. Закон Божий 3. Русский язык с церковно-славянским и словесность 3. Философская пропедевтика – 3. Математика – 3. Математическая география – 3. И так далее. Три-три-три-три-три. Что это? Царство грядущей посредственности или глухая броня учителей? Даже по русскому языку и словесности – 3. Насколько отчаянно должна измениться эпоха, чтобы по прошествии нескольких лет решиться примерить на себя титул эпохи Есенина и Мариингофа. Само собой, есть надежда, что не все так просто и тот самый, который один на миллионы, как и всякое подлинное дарование, не вырастает в одночасье к 20 годам за школьной партой, но вытачивает со временем в событии личной и мировой истории. Есть и другая надежда. И на нее привычно уповают поколения россиян. На детей, сыновей героев, дочерей комсомолок, студенток, спортсменок и, наконец, просто красавиц. Что из того, что папаша мотал уроки и окончил гимназию круглым троечникам? Такие тоже нужны распеленутой земле нашей не менее чем отличники. – Распишитесь, мой друг, в получении аттестата, – предвинул ведомость директор Сергей Афанасьевич Пономарев. По домашней привычке Анатолий не ставит твердый знак в конце фамилии. – Ну вот, – сокрушенно качает директор почтенной сединой, – Вы, господин Мариенгоф, окончили гимназию. Аттестат зрелости у вас в руках. Вы – вольный человек, и теперь можете писать без твердого знака. Господин Мариенгоф берет костяную ручку и ставит жирный твердый знак столь дорогой педагогическому сердцу старика. Сергей Афанасьевич успокаивается. И опять на ресницах индивел у проходящих вечерний блуд, И опять на мое распластанное тело Город наступил, как верблюд, И опять небо синело, как эмалированное блюдо. Каковы, однако, разногласия в орфографии? А может быть лень? Лень изо дня в день воспроизводить Великий и могучий язык, А вместе с ним и всю русскую культуру. Одних чернил сколько уходит. Буква поразит такая, Что дворянская молодежь не желает Правильно писать свои фамилии. Через семнадцать месяцев Октябрьский переворот окончательно уничтожит ядь, Вместе с классом помещиков и капиталистов. Чего желать на празднике освобожденного труда? Небо – жесть. Россия – земля покорная, женственная. В прошлом веке и с точкой, и ядь, Теперь уже иё кажется лишней. Еще пора преобразования алфавита, Глядишь, Пушкин, как церковно-славянский звучать будет. И звучал бы уже сейчас, темно и непонятно, Для потомков, светших примитиву язык, Не вяжущий серебряного лыка стихов, Если бы культура не крестила Младейческой рукой радости Спокойно белый лоб. Тучелёд. Иннаф. Из чёрного ведра сентябрь льёт Туманов тяжесть, и тяжесть вот. Ах, тучелёта, вечен звон, О, небо, жесть! Язык не вяжет в стих серебряная лыка, Ломается перо, а это верный посох. Приди и боль разуй, уйду босой, Приди, чтоб увести. Благодарю за слепоту, Любви игольчатая ветвь, Ты выхлестнула голубые яблоки, Сладка мне темь закрытых зябка век, Незрячие глаза легки, Я за тобой иду. Рука младенческой радости Спокойно крестит белый лоб. Дай веру верить, То, что приплыло, теряет всяческую меру. В эпоху веры в революционную целесообразность В эпоху Есенина и Мариенгофа Всякое насилие над языком Легко было оправдать имманентно Присущим ему развитием. Ядь, так же как и с точкой, Постановлено было считать Изжитыми естественно-историческим развитием речи. Революционные изменения в языке Должны были сделать его ближе пролетариату И значительно упростить грамматику В целях поголовной ликвидации неграмотности. Неграмотность ликвидировали, Грамматику упростили, Революцию отдали на откуп товарищам из ЦК. Ни дворян, ни капиталистов, Ни даже кулаков В стране крепкого быта и тяжелой плоти, В стране мятежной и жуткой В своей стихийности, В своем народном геонисизме Остались стада пролетариата И один вождь, Пастырь с железным посохом, Кремлевский горец. Русский народ как будто бы хочет Не столько свободного государства, Свободы в государстве, Сколько свободы от государства, Свободы от забот о земном устройстве. Русский народ не хочет быть Мужественным строителем, Его природа определяется, Как женственное, пассивное И покорное в делах государственных. Он всегда ждет жениха, Мужа, властелина. Россия – земля покорная, Женственная. Николай Бердяев Судьба России, душа России Ивану Старцеву, из сердца в ладонях Несу любовь, ее возьми, Как голову Иаканана, Как голову Алаферна, Она мне, как революции, Новь, как нож гильотины, Марату, как Еве, змей, Она мне, как правоверному, Стих Корана, Как зараспятого Иуде, Осины, сук, Всего кладу себя на огонь, Уст твоих На лилии рук. После окончания гимназии Поэт поступил на юридический факультет Московского университета И вскоре был мобилизован на фронт В 14-ю инженерно-строительную дружину Западного фронта. Пусть не передавая, Но строительство дорог и мостов, Прокладывание траншей Все для фронта, Все для победы. Шла позиционная война. Офицеры пили медицинский спирт, Играли в карты И волочились за сестрами милосердия. Солдаты били в шеи И скучали. Перед заходом солнца По какой-то нелепой привычке Бесцельно стреляли пушки. Мы жили, как на даче, Охотились, ловили рыбу, Играли в покер. У меня была двуколка Польского образца И под седлом Длинноногий злой жеребец По имени Каторжник. Он обожал, надо-не надо, Вставать на дыбы Или легаться обеими задними. После ужина мы отправлялись Целоваться в 27-й эпидемический. Либо сестры приезжали к нам. Но и это надоело. Тогда сообща затеяли спектакль. В несколько дней Я написал свою первую пьесу, Двухахную, в стихах. Жмурки-пьеретты Мой век, моя молодость, Мои друзья и подруги. Верны неверности, как другу, Сжились с распутством, как с женой. А что же дальше за печальным кругом, Скажи мне, век злосчастный мой? То было время, Когда в качестве заградотрядов Николаевские генералы Из породы полководцев, Украшенных старостью и поражениями, Использовали кавказскую туземную дивизию. Казаки, обнадеженные таким тылом, Утрачивали веру в царя и отечество, Необходимость воевать за которое, А тем более умирать, Вызывала все больше сомнений. Смело мы в бой пойдем, И мы за вами. Почему же я воевал так противно, Вспоминал Анатолий Мариенгоф. Перетрусил, что ли? Не захотелось пупком вверх лежать Раньше времени? Да нет, Помнится, мне всегда нравилось Поиграть со смертью в Орла и Решку. Пофорсить, пофигурять. Разумеется, если бывали зрители. Особенно пофигурять при сестрах милосердия, Когда немецкий аэроплан бросал бомбы На двадцать седьмой эпидемический, Отмеченный большим красным крестом, И все, запыхавшись, Лупили в блиндаж, Я довольно спокойно покуривал На крыльце фанерного дома И с превеличенным интересом Смотрел на разрывы шрапнелей Вокруг летающего мерзавца. Мой век, моя молодость, Мои друзья и подруги. Летающий мерзавец в аэроплане, Потрава и при этом соизволение Тех же мерзавцев, Воевать у которых училась Добрая половина династии Романовых. Если всмотреться глубже В выражение германского лица, Могущественный и воинственный вид Германии Внушает почти жалость. Николай Бердяев называл ее В совершенстве организованным И дисциплинированным бессилием. А дурачё орало Ура! Ура! Настраивая радикально По отношению к себе И своим соотечественникам, Забывшим кого приняли За образец искусства войны. А все-таки мы самый ужасный народ на земле. Недаром же в книге Драгоценных драгоценностей Арабский писатель записал Никто из русов Не испражняется наедине. Трое из товарищей Сопровождают его непременно И оберегают. Все они постоянно Носят при себе мечи, Потому что мало доверяют друг другу, Еще потому, что коварство между ними Дело обыкновенное. Если кому удастся Приобрести хоть малое имущество, То уже родной брат или товарищ Тотчас начинают завидовать И домогаться, Как бы убить его или ограбить. Анатолий Марингов Циники Врачам, инженерам, офицерам И сестрам милосердия Жмурки понравились. Никто из персонажей Не уговаривал никого Драться с немцами До последней капли крови. Кавалерийский генерал Таял в эстетическом восторге. Спирт пили из баночек, Которые при люмбага Ставят на поясницу. «Я, видите ли, первый, Театрал на всю Астрахань!» С гордостью повторял генерал После каждой выпитой баночки. «Как это вы сочиняете? Ну как? Как? Да еще в стихах! Да еще не о людях Обыкновенных, А, видите ли, Про Орлекинов и Пьеретт!» Право! Откуда было знать Его превосходительству, Что всего труднее писать О людях самых обыкновенных? Туманно, Слишком туманно Пытался объяснить ему Таинственный процесс Поэтического творчества Вчерашний гимназист. То было время царское, Когда мир вступал В период длительного Неблагополучия И великих потрясений. Великим ценностям Суждены были Великие испытания. Николай Бергяев утверждал, Для этого дух человеческий Должен облечься в латынь, Должен быть рыцарски вооружен. Судьба России – Мировая опасность. Днесь Отчаяние Бьётся пусть Как облёт лещ, Пусть в печалях земли Сутулятся плечи, Что днесь Вопль любви, Раздавленной танками. Головы человечьи, Как мешочки фунтиков по десять, Разгрузчик барш, Сотнями лови, На, кровь, кровь, кровь В миру хлещет, Как вода в бане Из перевёрнутой разом лохани, Как из-за прокинутой Виночерпием на перу вина Бочки. Войны, Жертвы, Мёртвые, Нам липовадно Траурный Трубить Марш, Упокойные Ставить Свечи, Гнусавить Похоронные Песни, Истечь Надгробных Рыданиях, Нам, Кричащим, Тресни, Как мусорный Ящик, На двое земли Череп, Нам, Губами Жадно Преподающим К дымящей Ране, Понявшим Истинно Небывалую В мире Трагедию, Что, Убиенные, Мимо Идём мы, Нимо, Красной Пылаем Медью, Близятся Стены Нового Иерусалима. 1917 Год Дерзкая Вера В свое Безбожие Все, Одержимые Народническими Иллюзиями, Полагал Николай Бердяев, И справа И слева Должны Наконец Понять, Что народу Поклоняться Нельзя И нельзя Ждать От него Правды, Неведомой Более Культурным Слоям. Народ Нужно Просвещать, Подымать, Приобщать К цивилизации, Прославленное Русское Смирение Было В сущности Страшной Гордостью И самомнением Духовные Основы Русской Революции. Народу Поклоняться Нельзя, Его Надо Просвещать И Образовывать, А не Потакать Темным Инстинктом. Кому, Как Небердяеву, Сосланному В 1897 За Участие В Студенческих Беспорядках Из Киева В Вологду, Этого Было Не Знать. Дикие Кочевые Орды Азии Выплеснули Огонь Искадок, Отомщена Казнь Разина И Пугачева Бороды Выдранный Клок. Копытами Прокопытин Столетиями С тылой Земли Затылок И Ангельское Небо Как Чулок С Продранной Пяткой, Вынуто Из Прочешного Корыта Совершенно Чистеньким. Октябрьский Переворот И Демобилизация Настигают Поэта В Железнодорожном Вагоне По пути Водпуск Настигают Как Освобождение В этой Стране Действительно Ничего Не поймешь 700 лет Неудачных Войн А покоренных Народов Больше, Чем В Римской Империи При полной Бытовой Необустроенности Прекраснейший В мире Город И На Болоте Бежав С поля Славы В сортире Вагона Первого Класса Он смотрит В окно Забрызганное Дождем И думая Стихами Блока О, Русь Моя, Жена Моя, До боли Нам ясен Долгий Путь Ветряные Мельницы Испуганно Машут Деревянными Руками Осины Трепеща Плачут Красными Листьями Грузное Чернокрылое Воронье Кружится Над Мокрыми Полями Словно Ожидая Трупов В Тульской Тамбовской Пензенской Губерниях Вот, Мол, И здесь Мы скоро Полакомимся Не вера Не идея Изменилась Но мир И люди Изменили Этой вере И этой идее Николай Бердяев Судьба России Мировая опасность На шестые Сутки Поезд Прибывает В большевистскую Пензу Вокзал Должно быть Напоминает Липкую Смертоносную Бумагу От мух Базарной Пивной Бумага Шевелится Она Черным Черна От будущих Мушиных Трупов А какое Теперь Преимущество Перед мухой У человека Бедняга Он Так же Влип Русский Народ Не выдержал Великого Испытания Войны Он Потерял Свою Идею Судьба России Мировая Опасность Бедняга Как же Он Влип Вечер Холодный Дождь Платформа Серая От Солдатских Шинелей В зале Первого Класса Который Уже Ничем Не Отличался От Зала Третьего Класса Ко Мне Подошел Немолодой Солдат Похожий На Федора Михайловича Достоевского Левый Пустой Рукав Был У него Засунут В карман Шинели Солдат Властно Распорядился Эй Содерите-ка Свои Погончики К этим Погончикам Я никогда Не испытывал Особой Привязанности Но тут уж Больно Пришлась Не понутру Солдатская Властность Что-то Не хочется Сказал Я с Наигранным Спокойствием Нет Не Содеру Дорогой Товарищ В зале Переполненном Солдатами Однорукими Одноногими Ненавидевшими Золотопогонников Это была Игра С огнем Над ямой С порохом А вот Чертовщина И перед кем Играл Сестер-то Милосердия Поблизости Не было Вероятно Закусив У дела Подобно Моему Наровистому Каторшнику Я встал На дыбы Только Из чувства Противоречия Проклятое До гробовой Доски Оно будет Мне Осложнять Жизнь Портить Ее А порой Ломать Коверкать Криво Интеллигентишка Паршивый Вырубился я мысленно И как только солдат затерялся в толпе Я со злостью содрал с бекеши Свои земгусарские погоны Анатолий Мариенгов Мой век Моя молодость Мои друзья И подруги Дома Выслушав историю в духе А ну-ка убери свой чемоданчик А я не уберу свой чемоданчик Борис Михайлович замечает Ты был очень похож на глупого майского жука Который совершая свой перелет Ударяется в высокий забор И падает в траву замертво И советует пореже ссориться с жизнью Какой смысл из-за пустяков Портить с ней отношения Ей что Жизнь идет своим шагом по своей дорожке А ты наверняка в какой-нибудь канаве Очутишься с переломанными ребрами Человеческая глупость бессмертна Не послушал отпрыск умных советов Тресни как мусорный ящик На двое земли череп Герцен учил считаться с глупостью Как с огромной социальной силой Расплата не замедлила себя ждать Белочехи штурмовали Пензу И когда отступающие красноармейцы Втащили пулемет на чердак дома Марингофов Анатолий, положив в задний карман Синих диагоналевых бриджей Маленький дамский Браунинг Полез на чердак защищать социалистическую революцию Сколько таких гимназистов лазало в то время по чердакам Защищая от ценности кардинально перекроенного мира Одни, укоротив прическу, наступали с белочехами Другие отстреливались с пулеметов Потом менялись местами Но уже в меньшем количестве И бойня продолжалась по новой И борода в котелу прибавка Добродушно пошутил большой и рыжеборотый красноармеец Снизу с улицы донесся голос отца Анатолий, ты стреляешь? Нет, смотрю в бинокль Товарищи красноармейцы, он вам нужен? Ни дудочка, ни сопилочка Пошутил опять рыжеборотый В таком случае Анатолий, приказал Борис Михайлович Немедленно марш домой И это были его последние слова Пуля со шмелиным жужжанием попала в пах левой ноги Его осторожно перенесли в дом И положили на узкий диван в гостиной Кровь била из раны широкой струей Такая уж судьба Глухо заключил все тот же красноармеец Такая стерва И пока Анатолий отчаянно искал телегу с лошадью Для перевозки раненого в лазарет Борис Михайлович скончался от потери крови Пулеметчики отступили Сын подошел к дивану, тихо лег рядом Обнял И так вместе они пролежали остаток дня Ночь и все утро Пятнышко, как от раздавленной клюквы Тише, не хлопайте дверью Человек, простенькие четыре буквы Умер Идея России остается истинной И после того, как народ изменил свои идеи После того, как он низко пал Писал Бергяев Россия, как божья мысль, осталась великой В ней есть неистребимое антологическое ядро Но народ совершил предательство Соблазнился ложью Судьба России – мировая опасность Поэма завершена Соблазна, зачитанная, брошена в печь Отец с сыном выходят на улицы города Комодные архитектуры Поздний час Гимназистов уже сменили мелкие чиновники И приказчики магазинов Гимназисток – проститутки Тебе, любви, поборница святая Тебе, наложница толпы Тебе за деньги женщина ногая Ассанна и цветы Во втором квартале Как раз против бюро похоронных процессий К отцу подошла женщина С пьяными глазами Подмалёванными сжённой пробкой В зубах у неё торчала папироса «Господин Мусьё» Подсидела она сиплым голосом «Угостите даму спичкой» «Простите, но я не курю» Солгал отец «А твой щенок?» «Нет, нет, не курю» Пролепетал я Пьяная женщина, презрительно сузив Подмалёванные глаза Ни с того ни с сего матерно выругалась Я взял отца за рукав «Идём, папа, идём, идём» Она ругалась «Вы, бляда, куска рожей» Отец сказал негромко «Вам, сударыня, выспаться надо» «А жрать, думаешь, мне не надо? Ты за меня пожрёшь» Отец поспешно протянул женщине три рубля «Простите, вот, пожалуйста» «Мерси боку» Она послала отцу воздушный поцелуй Я не выпускал рукава отцовской шубы «Папа, папа, ну» Я шептал «Пойдём, папа, пойдём направо на дворянскую Там очень красиво, на тополях иний» Отец ласково надвинул мне на глаза фуражку с голубым околышем «Вот, Толя, это и была та самая гетера, которой ты посвятил свой гимн» И улыбнулся своей грустной мягкой улыбкой «Асанна и цветы! Несчастная женщина! Боже мой, какая жалкая и несчастная» Анатолий Мариенгов «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» Эпитафия Прими меня почившего в бозе, дай мир твой хвалёный Я, как капусты кочан, оставивший вдруг огород, на котором возрос Я, как пугливый зверь, покинувший сень дубравы Я, как овечий хвост, но всё же За ласки прекрасных жён, недоступные мне теперь За вино, что не будет течь, боли в мой рот За сыр козий, отнятый у меня не по праву За погос с чёрной землёй вместо цветущего сада мне данный Боже, требую я награды Дай мне хвалённый мир твой! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok